Доброго дня! Лето пока что подводит нас с погодой, но я уверен, что все лучше еще впереди. А вот краснодарские спортсмены не устают радовать. И герои минувшей недели – гандболисты. Женская сборная разгромила турчанок и попала на чемпионат Европы, а воспитанники гандбольной Дю США собрали солидный урожай медалей. Подробнее об этом я не только расскажу в выпуске. Это программа «Город спорт». Устраивайтесь поудобнее, делайте громче. Мы начинаем. Сегодня в программе. Поболеем за друзей на Кубке Губернатора. Далее почувствуем гордость за юных гандболистов и уверенность в гандбольном будущем Краснодара. Затем станем свидетелями очередного триумфа женской сборной. И в конце научимся боксировать на мастер-классе в парке. В первый день лета во всех городах и районах края стартовал всекубанский турнир по уличному баскетболу. Он пройдет в четыре этапа. Лучшие команды муниципалитетов сразятся в зональном этапе. А в конце июня пройдет грандиозный финал. Он состоится в Тимошевске. Подробнее о соревнованиях в нашем сюжете. Турнир проводится на Кубани с 2006 года. С каждым разом число участников растет. Так, например, в 2015 году соревнования по уличному баскетболу собрали более 260 тысяч кубанских детей и подростков от 11 до 16 лет. Цель турнира – привлечь ребят к спорту, привить им любовь к баскетболу и найти среди них перспективных талантливых спортсменов. В прошлом году на данном турнире приняло участие более 30 тысяч наших мальчишек, которые отлично провели. И в этом году мы планируем эту планку приподнять. И, конечно же, в летний период задействовать как больше наших детей, которые привлечь их к этому виду спорта для занятий. И самое главное – оторвать их от наших гаджетов, оторвать их от улицы и показать, что спорт – это действительно круто. Участники соревнуются в трех возрастных группах. В каждой есть мужские и женские команды. Итого в турнире шесть категорий. Среди спортсменов – учащиеся спортшкол, дворовые команды и даже детская группа баскетбольного клуба «Локомотив Кубань». Многие борются за кубок губернатора уже не первый год. В кубке губернатора я принимаю участие в третий раз. Первые два раза мы занимали вторые места. Баскетболом всего я занимаюсь пять лет. И с этой командой конкретно я играю три года. У нас достаточно короткая запасная скамейка. Мне кажется, это единственная сложность, если один из игроков травмируется. А так не планируем на какие-то сложности. Планируем легких побед. Кроме турнирных матчей прошли соревнования снайперов. Претенденты на звание самого меткого игрока пытались поразить кольцо с разной дистанции и позицией. Победитель получил памятный и практичный сувенир – баскетбольный мяч с автографом Алексея Саврасенко. Он приехал в Краснодар специально на открытие турнира. Я вижу, что баскетбол на компании развивается. И что с каждым годом участников соревнований становится все больше и больше. Поэтому, в принципе, это и есть показатель, что дети любят баскетбол. И дети играют баскетбол. Я играл за Олимпиадку, за ЦСКА и за многие другие клубы. Поэтому я думаю, что любой мальчик, который сегодня присутствует на этом турнире, у него есть такая же возможность добиться жизни, может быть, того, что я добился, а может, еще больше. Финалы турнира во всех возрастных группах пройдут в Тимошевске 27 и 29 июня, а также 1 июля. Кроме баскетбола, кубок губернатора разыграют еще в четырех видах спорта. Это легкая атлетика, плавание, теннис и футбол. Соревнования будут идти все лето. Наши спортсмены в конце сезона продолжают пополнять золотой медальный запас в Кубани. Сборная Краснодарского края завоевала золото первенства России по гандболу среди девушек 2001 года рождения. Он недавно завершился в Ростове-на-Дону. Но это еще не все. В этом году аж семь команд из легендарной Краснодарской Дюс-Ша по гандболу завершили чемпионаты на призовых местах. Призеров и победителей чествовали в спортшколе. Подробности далее. В этом году команды Дюс-Ша заняли на два призовых места больше, чем в прошлом. Прекрасная тенденция. Для победителей и призеров разных подростных групп чемпионата России устроили целое торжество. Подарки лучшие гандболисты получили из рук главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова. Такой праздник попытались. Мы уже проводим третий год и хотелось бы, чтобы наши ребята почувствовали себя чемпионами еще раз. Сделать им приятно, что на Кубани они помнят, видят, гордятся ними и хотели бы показать о том, что вот есть у нас такие замечательные, они знали и видели команды мастеров, для которых мы работаем и готовим наш резерв. Главные виновницы торжества – девушки 2001 года рождения. В первенстве России они боролись за медали с 10 командами. Краснодарский край в своей группе одержал 4 победы в 4 играх. Сначала были повержены гандболистки Волгоградской области 18-13, а по остальным соперницам кубаночки прошлись катком. Девушки разгромили сборные Ленинградской области 23-15, Санкт-Петербурга 26-15 и соседние Ростовской области 25-15. В финальной группе, куда краснодарки вышли с первого места, у соперниц не осталось никаких шансов. Полный разгром Астраханской области 28-11 и уверенная победа над командой Москвы 15-11. В заключительном матче первенства в очном поединке краснодарская команда сошлась со сборной Самарской области. Наши девушки сразу расставили приоритеты и уверенно выиграли 28-11. Мы настраиваем команду, Селина Александровна, чтобы она с самого начала уверенно брала образы правления в свои руки, отрывалась и уже тогда более-менее легче играть дальше. Когда уже команда отрывается на несколько мячей впереди, уже легче играть. Не так команда нервничает и свободится. Победа всегда дается тяжело. Легких побед, наверное, мало. К этому мы шли и этот год, и позапрошлый. В принципе, я работаю с командой три года. Наверное, к этим шагам мы три года и шли. В том году у нас было четыре человека из команды. В этой полсостава как бы сборной. Поэтому это большая победа. Остальные девчонки, кто не попал в первую команду, тоже к этому стремились, шли. Я надеюсь, в следующем году у нас будет больше представителей в команде. Работа была, конечно, кропотливая. Целый год девчонки отдавали все силы. Были и расстройства, были и победы. Мы планомерно каждое соревнование выигрывали, шли к этой победе. Поэтому победа всеобщая наша. Очень дорога нам эта победа. В этом сезоне спортсмены Краснодарской гонбольной ЮСШа пополнили трофейную полку своей спортшколы двумя бронзовыми, тремя серебряными и двумя золотыми наградами. Также самые юные наши гонболисты прошли финал Всероссийской детской гонбольной лиги. Он пройдет в июле в Москве. Победа далась очень тяжело. Мы усердно трудились на тренировках. Много труда очень приложили. Тренера очень нам помогли. Мы верили, что мы станем чемпионками. Дували бой. Каждая игра была важна. Было интересно, мы старались. Все время шли, тренировались днями без остановок. Шли к победе. Мы счастливы. Год тренировок. Все это не зря. Мы стали чемпионами. Мы выполнили свою цель. Сделали большое дело. Тренера счастливы. Продолжаем тему гонбола. На минувших выходных в Краснодаре прошел отборочный матч чемпионата Европы среди женских команд. Для девушек нашей сборной это был первый официальный матч в столице Кубани. Перед матчем состоялась пресс-конференция, на которой озвучили несколько довольно интересных моментов. Участвовали в пресс-конференции президент Федерации гонбола России Сергей Шишкарев, главный тренер сборной России Сергей Трифилов и президент Федерации гонбола Краснодарского края Андрей Далуда. Сергей Шишкарев оценил состояние сборной и отметил, что россиянки в этом году могут претендовать на олимпийские медали в Рио. А главной новостью, озвученной во время встречи с журналистами, стало назначение нового тренера женского гонбольного клуба «Кубань». На самом деле все уже практически знают, многие уже говорили, официально эта информация не была озвучена ранее. Мы договорились с Евгением Трифиловым, что он, соответственно, с нового сезона начнет тренировать гонбольный клуб «Кубань». Бурный аплодисмент. Ранее Евгений Трифилов уже работал в Южном клубе. В 2013-м он возглавил «Кубань», но особых результатов добиться не удалось. В этот раз на тренера и команду возлагают большие надежды. О целях в грядущем сезоне и перспективах команды Евгений Васильевич говорить не стал, но поделился своими селекционными планами. Я надеюсь, что именно в команде «Кубань» мы будем обходиться людьми российскими, но лучше всего кубанскими. Там кричат «Ростовчаночка», а мы хотим закричать «Кубаночка». С гонбола тема резко перескочила на футбол. Сергей Шишкарев рассказал, что готов участвовать в управлении футбольной «Кубанью». При этом он отметил, что не претендует на вхождение в состав акционеров клуба. Бизнесмен предложил создать управляющую компанию, которая и будет курировать «Кубань» в течение года. Переговоры с краевой администрацией по этому поводу продолжаются. В случае успеха одним из кандидатов на пост главного тренера «Желто-зеленых» будет рассматриваться Юрий Красножан, а на должность спортивного директора Валерий Непомнящий. Но вернемся к гонболу. Россиянки еще до этого матча обеспечили себе путевку в чемпионат Европы, но игра прошла на самом высшем уровне. Подробности далее. В последнее время заполненный «Олимп» на гандболе – большая редкость. Но на первый в истории спорткомплекса, да и кубанской столице, приезд женской сборной России, болельщики забили дворец спорта до отказа. Причем горожане пришли не просто праздно посмотреть игру. Болельщики заявили о себе уже с момента объявления состава. На первых минутах россиянки привыкали к новому залу. Инициативой сходу завладели турчанки. Но гостеприимство продолжалось недолго. Начало разгрому гостей дает Ксения Макеева. В первой половине Турция еще пытается оказывать хозяйкам сопротивление, но быстро ломается под напором россиянок. Разница в классе между командами видна невооруженным глазом. Когда спортсменки ушли на перерыв, на табло горели красные цифры – 21-14. Во втором тайме россиянки продолжают идти вперед. Атака следует за атакой. Разрыв в счете медленно, но неумолимо растет. Воспитанницы кубанского гандбола Анна Сень и Владлена Бобровникова буквально терзают защиту Турции. Последние секунды боя – и все. Итог – победа наших девушек со счетом 37-25. Первое слово хочу сказать болельщикам спасибо Краснодару за такой теплый прием, за то, что поддержали, пришли, и все было здорово. Мурашки до сих пор по коже. Игра была, ну, как вы сами видели, соперик не очень сильная, но допускать ошибок было нельзя. Поэтому старались по максимуму, я думаю, задачу выполнили. Поэтому всем спасибо. Теперь у нас выходные. Я рада, что этот матч проходил именно в Краснодаре. И действительно пришло, наверное, полгорода нас поддержать. Приехал Ростов, был поболеть за нас. И действительно обстановка была супер. По игре могу сказать, что после небольшого отпуска мы хорошо сыграли, выиграли много мячей. И я думаю, на данный момент это нормально. Сезон для сборной прошел отлично. Мы прошли квалификацию без единого поражения. И я считаю, что сейчас сборная поедет с самым серьезным и оптимальным настроем именно на золото. Российская сборная первая среди команд Старого Света досрочно обеспечила себе право выступать в чемпионате Европы. И выигрывать в этот раз было непринципиально. Но в заполненном Краснодарском Олимпе девушки камня на камне не оставили от соперницы с Турцией. Команда завоевала 6 побед в 6 матчах. С 12 очками с первого места вышла на декабрьский чемпионат Европы. И теперь с чистой совестью может готовиться к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Однако, несмотря на успех, наставник россиянок все равно остался недоволен. Ну, во-первых, не понравилось мне все. То, что никто ничего не слушает, мы спокойно разрывали защиту, спокойно забивали. Но находятся люди, которым хочется покидать. Но я советую пойти на ферму, покидать лопатой там. Тем не менее, настроение у всех отличное. Первый в истории матч в Краснодаре и сразу победа. Жеребьевка финального декабрьского турнира состоится 10 июня в Гетеборге. А ближайшие матчи подопечные Евгения Трифилова проведут на групповом этапе Олимпиады 2016 в Рио. Стартует спортивный праздник 5 августа. Соперницами наших девушек станут сборные Южной Кореи, Аргентины, Швеции, Нидерландов и Франции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начало 2000-х годов для российского гандбола – золотое время. Победы российской сборной в чемпионатах мира и Европы и, самое главное, золотые медали в Олимпиаде в Сиднее. В составе нашей команды были и кубанские гандболисты. Сегодня в нашей рубрике «Город чемпионов» один из тех, кто внес серьезный вклад в эти победы. Мы пообщаемся с олимпийским чемпионом Эдуардом Кокшаровым. Мне повезло, я попал в ту генерацию, когда действительно наша сборная была на самом верху и занимала лидирующие строчки, то есть европейских и мировых, как говорится, чемпионатов. Поэтому, можно сказать, я благодарен за это судьбе, потому что в этой сборной такие великие игроки играли, как Василий Кудинов, Андрей Лавров, Александр Тучкин. Большое количество звездных гандболистов. И поэтому, может быть, и выпала честь стать олимпийским чемпионом и чемпионом мира, потому что я уже буквально в 97-м году в Кумамото, в Японии, мне было в то время всего лишь 21 год, стал уже чемпионом мира. Поэтому я, как говорится, благодарен за это судьбе, что я попал именно в то время и в ту команду, которая действительно, можно сказать, молола всех на своем пути. Вот финальный матч Олимпиады 2000. Расскажите, пожалуйста, как это было? Насколько это было сложно? Или, может быть, наоборот, какие были эмоции от победы? Ну, мы ехали на Олимпиаду. У нас была достаточно такая дружная команда. У нас было одно желание победить. Конечно, никто вначале не знал, как это все будет, но было очень большое желание это сделать. Поэтому мы вместе все собирались перед каждой игрой, разговаривали, обсуждали, настраивались на каждую игру. Ну, и так получилось, что все-таки мы дошли до финала всеми можноми и неможными, как говорится, путями. И в финале мы встретились со своим тогда, скажем так, главным соперником – это шведской сборной. Игра была, конечно, тяжелая. То есть, и она, можно сказать, как говорят, сейчас спортивные комментаторы качели были в одну сторону и в другую сторону. Поэтому и сборная Швеции вела в счете, и потом мы вели в счете. Но все-таки, скажем так, как я обычно говорю, мы больше хотели победить. В Краснодаре, в Краснодарском крае, какова ситуация с гамболом? Конечно, нужно первоочередную задачу поддерживать, развивать социальную инфраструктуру, социальную политику правильно выстраивать. Я все это понимаю, но с другой стороны, также понимаю, что спорт – одна из составляющих этих всех проектов. Потому что без спорта люди, те же дети, которые у нас рождаются, растут, они не будут видеть, куда стремиться, и не будет, как говорится, у них перед глазами кумиров. И в связи с этим, конечно, тяжело нам. Мы всегда находимся в стадии поиска финансов, то есть каких-то денежных средств для элементарного существования. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это все было чуть немного в другом русле. Потому что, по большому счету, есть большое желание заниматься делом, развивать и поднимать, как говорится, и вид спорта, и команды. И на сегодняшний момент наша команда, мужская, состоит из наших кубанских воспитанников, процентов на 95. Это ребята-воспитанники детской и юношеской спортивной школы. И плюс центра спортивной подготовки. В прошлом году было принято решение, что мы будем опираться на своих воспитанников в основном. Поэтому здесь у нас, как говорится, хороший фундамент заложен. И все прекрасно понимают, что все другие команды в чемпионате России, что сейчас Краснодар действительно имеет хороший фундамент и хорошую команду, состоящую из игроков, которые не превышают, скажем так, 23-24 года. Это, можно сказать, еще перед рассветом уже таких вот зрелых гомболистов. Поэтому все знают об этом и все ждут, что на следующий год все-таки наша команда должна побороться за более высокие места. И, пожалуйста, можно пожелания нашим спортсменам, будущим чемпионам от Олимпийского чемпиона. Любите свою родину, любите свою малую родину, Краснодарский край, и она будет любить вас. В Чистяковской роще субботним утром, кроме зарядки и йоги, теперь можно научиться махать кулаками. Клуб бокса и кикбоксинга «Динамо» приобщился к модной тенденции и тоже старается сделать спорт доступнее. И теперь каждую субботу в парке проводят бесплатные тренировки для всех желающих. Спорт и свежий воздух. Что может быть лучше для того, чтобы зарядиться бодростью и хорошим настроением на все выходные? Подробности далее. Раз, жестко, раз. Правильная стойка, отработка техники удара и защиты. На этом делает упор тренер. Упражнения не самые простые, но вполне доступные для любого человека. Специальной подготовки они не требуют, поэтому среди желающих познать мир бокса на практике и взрослые, и совсем маленькие дети. Главная цель этих занятий – показать, насколько кикбоксинг и бокс доступны, а также развеять миф о том, что единоборство – это только травмы и боль. Тренировки здесь очень веселые и полезное времяпрепровождение. Как вам мероприятие, как тренировка? Нормально. Как часто сюда приходите? Ну, сегодня первый раз. Как тренировка? Хорошо. Да, полезно для здоровья. Мы даже бегали. Кажется, в субботу здесь. Очень классно, мне нравится. Полезно с любой точки зрения, начиная с психологической, да, потому что это колоссальная разгрузка, особенно в наше время, когда очень много стрессовых ситуаций. Действительно, ты можешь очень классно разгрузиться, придя в зал, полностью выложиться. Больше не останется никакой плохой энергии, вообще сил на то, чтобы с кем-то ругаться. И, конечно же, со здоровительной точки зрения, безумно полезно. Проводят тренировки опытные специалисты. Сегодня это профессиональный тренер Александр Юрков. Среди его воспитанников – призеры и победители российских и международных соревнований. Вполне вероятно, что после серии летних тренировок желающих профессионально заниматься боксом и кикбоксингом станет гораздо больше. Ну, честно говоря, я, конечно, предполагал, что эти занятия вызовут какой-то интерес у людей. Но, чтобы это было так, с таким восторгом, вы сами видели, как маленькие дети просто кайфуют от тренировки. Улыбка с лица не слазит, мамочки тоже стоят с фотоаппаратами, смотрят. Я еще раз призываю всех мам к тому, чтобы мамы тоже становились рядышком, потому что бокс – это универсальный вид спорта, и он доступен вообще для всех. По сути дела, человек, который каждую субботу в течение трех месяцев отходит к нам, у него уже сложатся довольно неплохие навыки. Тренироваться в парке под руководством опытных тренеров клуба «Динамо» можно будет каждую субботу до октября. Никаких дополнительных условий или ограничений для занятий нет, поэтому просыпайтесь в субботу пораньше, одевайтесь в удобную спортивную одежду и приходите в Чистяковскую рощу изучать азбуку бокса. Давай! Вот это нормально! И на этом у меня все. Увидимся через неделю в новом выпуске. Проводите как можно больше времени на свежем воздухе. Это был Город Спорт. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»